Всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Сегодня понедельник, 27 апреля, и мы продолжим заниматься сборкой Урала, а если быть точным, то готовить к покраске коляску. На данный момент ожидают мотовки загрунтованные поверхности как снаружи, так и изнутри коляски. И есть еще одно важное дело. В прошлый раз, когда я выбрался за краской на авторынок, забыл взять с собой образец, а сегодня нашел старую банку. На ней есть эта самая краска, и по этой банке мы сможем подобрать новую. Поэтому прыгаю сейчас на велик, и мы с вами отправляемся в небольшую велопрогулку. Дело в том, что я решил отправиться не на ближайший ко мне авторынок, Бакунинский, а на относительно дальний Ефремовский, где работает мой одногруппник, у которого я когда-то эту краску и покупал. Двигаемся сейчас по улице Богдана Хмельницкого. Видим памятник Богдану Хмельницкому. А напротив стадион Локомотив. Железнодорожный стадион. Когда-то было шикарнейшее место отдыха, куда можно прийти, позаниматься спортом, погулять с детьми, с колясками. А сейчас... Ай, ладно. Карабкаю сейчас на мост через железную дорогу, и очень резко сменилась погода. Я когда выходил из дома, было солнышко и тепло, еще думал, одевать куртку или нет. А сейчас затянуло небо серыми тучами, и поднялся холодный ветер. Так что очень правильно сделал, что куртку все-таки одел. Весна, время такое. Радует одно, что если сейчас ветер встречный, значит на обратном пути он уже будет дуть в спину. Ну, отлично. Для полного счастья мне еще дождя не хватало. Это мы с вами сейчас едем по району под названием Гомсельмаш. Этот район изначально строился для работников одноименного завода, и даже во времена моей юности считался достаточно веселым райончиком, где можно было просто на счет раз выхватить. Но сейчас все как-то устаканилось, успокоилось. Те, кто когда-то тут наводил шороху, сейчас либо сидят, либо уже постарели. И вот здесь-то и находится авторынок, куда я, собственно, и ехал. Обидно получилось, я приехал, а одногруппника моего на месте нет. Заменяет его какой-то дядька. И дядька этот говорит, что краски такой на данный момент нет. И только у них была эта краска, и прийти она должна послезавтра. И вот я сейчас не знаю, ждать и ехать сюда послезавтра снова, или попробовать поискать какую-нибудь альтернативу, другой акрил. В конце концов, мне только коляску покрасить. Подошел еще, поспрашивал у мужиков, которые занимаются именно красками. Предлагают все полуторалитровую банку с похожим цветом, но дорогую. 36 рублей белорусских. А ради покраски одного только корыта коляски не хотелось бы такую сумму тратить. Да и лишней краски много останется. Поэтому, наверное, подожду послезавтра и постараюсь купить ту, которая и была. На обратном пути встретил своего хорошего знакомого, с которым когда-то работали на одном предприятии. Ну и, как водится, остановились поболтать на волнующую сейчас всех тему распространения коронавируса. Слово за слово. А у тебя как? А у тебя как? Дошли до того, что я рассказал, что недели три назад ощущал странные симптомы и чем-то, кажется, переболел. Начали сравнивать симптомы. Утомляемость, слабость, давящее чувство в грудной клетке. Вот, кстати, сколько чем не болел за свою жизнь, никогда именно такого ощущения не испытывал. Давящее чувство где-то вот в груди. А тут у нас симптомы сходятся с точностью 100%. Чем мы переболели, непонятно. И вот сейчас не знаешь, это был коронавирус, и сейчас уже можно ничего не бояться, потому что у тебя в крови есть антитела, либо это была какая-нибудь другая простуда. А кругом красота. Весна полным ходом, распускаются сады, запахи такие весенние. И хочется думать о чем-то хорошем. О том, что лето впереди замечательное. Ну, а то, что краску сегодня купить не вышло, так это не беда. Торопиться все равно некуда. Вернулся я домой, а тут пока меня не было, приезжал курьер из СДЭКа, отдал Танюшке посылочку на мое имя. Посылка эта пришла из города Москва, а отправитель Коняхин Максим Викторович. Как это часто бывает, что внутри, я даже не знаю. Иногда неудобно получается, когда прихожу в офис СДЭКа, у меня спрашивают, что в посылке, или хотя бы какого размера посылка, а я не знаю. В итоге ищем по номеру. Зато как приятно получить сюрприз. Распаковывать что-то и не знать, что тебя там ожидает. Ух ты, пух ты! Ничего себе! Это ХФ 895-е фильтры. Ураловские. Те самые, которые ставили на Герапы. Раньше, сейчас уже немножко переделали конструкцию. Другие фильтры там стоят. В общем, это самый, пожалуй, хороший фильтр из всех возможных для 650-х Уралов. Обалдеть! Спасибо! Огромное спасибо! Максим, напиши мне свой обратный адрес, чтобы я мог хотя бы стикер тебе в ответ отправить. А еще твоя посылочка навела меня на мысль, чем же я могу сегодня заняться. Да-да, именно посылками. Дело в том, что у меня уже есть адреса ребят, которые победили в розыгрышах поршней, коленвала и бейсболки. А значит, посылки надо отправить. А для того, чтобы все доехало в целости и сохранности, необходимо тщательно продумать упаковку. Согласитесь, будет неприятно, если хороший новый коленвал по пути в Хакасию несколько раз уронят на пол. А значит, нам потребуется что-то более прочное, чем обычный картон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, помнится, я когда-то уже упоминал, что у меня был прадед, профессиональный стольдер. Так вот, хорошо, что он этого не видит. С поршнями поступим немного проще. Завернем их в подложку для ламината. Она очень хорошо гасит удары. Затем упакуем в коробку. Затем упакуем в коробку. Отлично. Ну а с бейсболкой еще проще. Ехать ей совсем недалеко. Всего лишь до Брянска. Поэтому сделаем для нее упаковку из такой интересной воздухонаполненной штуковины. где-то был скотч. Вот он. Отлично. Думаю, вполне хорошо она доедет. Ну вот, остается мне только переодеться и как можно скорее добраться до офиса с ДЭКа, потому что сегодня у них короткий день. Работают они до 4, а сейчас на часах без 10-3. Вот и отлично. Все успел, все получилось, все отправили. Несмотря на то, что программа сегодня барахлила и в общей сложности еще минут 40 я в офисе проторчал. Но, ребята, встречайте, посылочки к вам пошли. Теперь можно со спокойной душой отправляться домой. Вот только работать что-то уже совсем не хочется. Пожалуй, возьму сейчас сына и пойду с ним тренироваться кататься на велике. Он совсем недавно научился ездить на взрослом двухколесном велосипеде. И его переполняет желание кататься еще и еще. Я по себе знаю, как это здорово. Погнали кататься. И еще одно важное дело у нас есть – прикрепить звонок. Дело в том, что велик изначально не комплектовался звоночком. Мы его недавно докупили. Откручивай. Кто? Вот это? Вот это. А, гаечку? Это болтик в другую сторону. В другую? Отлично. И установим под левую руку. Ну-ка, проверь. Вот так удобно будет? Ну, вот. Отлично. Идем вдвоем на стадион. Там много классных дорожек. Есть где покататься. Да. Там очень много дорожек, я бы сказала. Подзабыл, подзабыл немножко. Давай, придержу. Спасибо. Выставляй педаль. Вот это. Вот это. Попробуй. Попробуй. Привет. Привет. Кажется, Мишка, тебе надо сидение чуть повыше поднять. Когда едешь, ноги должны быть прямыми. Тогда и крутить педали легче. Да. Попробуй вот с таким сидением. О! Еще не до конца, но пускай освоится так. Спасибо. Процессор! Катались мы катались и в итоге докатались до того, что Мишка несколько раз упал Отбил себе две коленки, руку и большой палец на ноге А я тренировался ездить на заднем колесе Учился ловить баланс между ускорением и торможением В итоге опрокинулся на спину, отбил нижнюю часть спины Но мы довольные вернулись домой и хотелось бы немножко пофилософствовать Вот я сегодня планировал заниматься одним, а в итоге получилось совершенно другое А смысл в том, что не надо переживать и расстраиваться из-за того, что у вас не получилось Надо радоваться тому, что получилось сегодня И каждый день будет замечательным На этом на сегодня, друзья, у меня все Всем спасибо, всем счастливо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok